Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы с вами приготовим настоящую домашнюю колбасу, вкусную и полезную. В магазине колбаса продается, как известно, с различными добавками, вредными и опасными для здоровья. Такими как усилители вкуса, мальтодекстрины, крахмалы, мука, всякие разные другие добавки, которые не разрешены на кето-питании. В нашей колбасе все только натуральное, без вреда для здоровья. Начнем готовить! Для приготовления домашней колбасы мы будем использовать мясо свинины и свиное сало. Сало нарезаем полосками, а затем кубиками, размером примерно по 1 см. Подготовленное сало, нарезанное кубиком, отправляю в отдельную емкость. Нарезаем мясо свинины кусочками примерно по 1-2 см. Нарезанные кусочки мяса отправляем в ту же миску, где и сало. Общий вес мясного сырья составил 4,272 кг. Точный вес нам нужен для того, чтобы рассчитать количество соли и специй. Название всех специй и количество соли будет под видео в описании. Порезанное кусочками мяса и сала отправляем в большую и удобную емкость и все тщательно перемешиваем до однородной массы, чтобы сало равномерно распределилось с кусочками мяса. В подготовленную мясную массу отправляем соль, сушеный гранулированный чеснок, белый перец горошком, измельченный в ступке. И все тщательно перемешиваем. Удобнее всего это делать руками. Подготовленный колбасный фарш будем набивать в натуральную оболочку. У нас свиная черева диаметром 32 мм. Набивать оболочку мы будем с помощью колбасного шприца. Вы же можете использовать мясорубку с насадкой или любым другим удобным для вас способом. Набиваем оболочку фаршем не слишком плотно, чтобы ее не прорвать. Завязываем кончики ниткой, сворачиваем в кольцо и убираем колбаску в отдельную миску. И так проделываем со всем фаршем. Подготовленную заготовку домашней колбасы протыкаем зубочисткой или иголкой для того, чтобы вышел лишний воздух. Это делается для того, чтобы во время приготовления оболочка не лопнула. Отправляем колбасу в гастроемкость и убираем в холодильник на сутки для стабилизации. Сутки прошли. Вот так теперь выглядит колбаса. Немного изменилась в цвете. Теперь ее можно уже готовить. Перекладываю ее на поднос, сворачиваю в кольца и увязываю. Увязывать можно удобным для вас способом. Еще одно контрольное взвешивание. У нас 6 колечек получилось. Общим весом 4 килограмма 320 грамм. Теперь колбасу перекладываю на решетку, застеленную пергаментной бумагой. И смазываю растопленным салом. Духовка разогрета до 80 градусов. В духовке стоит противень. В него наливаем горячую воду. И отправляем решетки с колбасой. Будем готовить 45 минут. Готовим до полуготовности и достижения температуры в колбасе 70 градусов. Эта колбаса пойдет на заморозку. Готовим ее впрок. 45 минут прошло. Температура 70 градусов достигнута. Вынимаю 4 колечка колбасы из духовки на вакуумацию. В духовке выставляю температуру 200 градусов. И запекаю оставшуюся колбасу примерно 30 минут до готовности. Колбасу, доведенную до 70 градусов, еще горячей, вакуумируем. Даем остыть. И убираем на хранение в морозильную камеру. Замороженные полуфабрикаты в любое время можно достать из морозилки и приготовить удобным для вас способом. Запечь в духовке, пожарить на сковородке или на электрогриле. Тем временем колбаса в духовке уже приготовилась. Достаем ее и можно подавать к столу. Она получается очень вкусная и полезная, так как в ее составе только натуральные продукты. Такую колбасу можно подавать в любом виде, как в горячем, так и в холодном виде нарезке. Она очень вкусная, сочная, ароматная, а главное настоящая. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить оповещения о новых рецептах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok